И я решил начать с очень важной темы, к которой многие исследователи подступаются, но пока никому не удается охватить это целостным взглядом и систематизировать в качестве уже внятной концепции и, соответственно, инструментария. Ну, поскольку я методолог, то я могу всё организовать. И когда мы говорим про когнитивные искажения, которых на самом деле насчитывается более 200, работать с ними совершенно невозможно, потому что вы не можете в голове держать даже десятка когнитивных искажений, чтобы себя постоянно пушить. Не совершаете ли вы сейчас ошибку, ту или иную, связанную с встроенными в нас, так сказать, инграммами, такими болезненными центрами, которые искажают нашу мысль. Можно представить себе мозг как такое космическое пространство, в котором существуют такие центры силы, такие чёрные дыры. И наша мысль, и чёрные дыры – это конденсивные искажения. Об их природе я как раз рассказываю на курсе, откуда у нас эти чёрные дыры массивные. И наша мысль, она как какой-то поток метеоритов, летящий между этих чёрных дыр, и она к ним только к одному, к чёрной дыре начнёт, другая её начнёт тянуть. И мысль, и часть улетает в чёрную дыру вообще напрочь, и конец. Искажают пространство мысли эти наши внутренние центры в мозге, из-за чего мы мыслим с большим количеством этих когнитивных искажений и бог бы с ними в целом. Все же живут уже, сколько лет жили, конец. Но это, во-первых, не позволяет нам объективно, ну, объективно вообще нельзя, но сколько-то более-менее объективно, оценить реальное положение дел, в котором мы находимся. Совершенно невозможно прогнозировать, планировать, как бы сказать, что-либо, если вы не используете принципы, которые заложены в механику борьбы с когнитивными искажениями. Невозможно с другим человеком найти по-настоящему общий язык. Если у вас нет с ним той взаимосвязи, при которой вы общаетесь с ним непосредственно, а не со своим представлением о нём, созданным по лекалам когнитивных искажений. И у него же когнитивные искажения. Их тоже надо учитывать. То есть это такая достаточно сложная работа. Но мышление не бывает простым, никто его простым не обещал. То есть существует куча-куча-куча проблем, которые не стоят выеденного яйца. В своё время у Витгенштейна была такая блестящая фраза. Он говорил, что в философии нет проблем, есть ошибки языковые игры. Ошибки языка. И если всё правильно проговорить, то философия лишится тех проблем, которые она имеет. Это был очень амбициозный план. Он не состоялся. Потому что на самом деле ошибки языка в широком смысле – это вообще наши когнитивные искажения. А их реально очень много. Много, потому что у нас разные потребности, и каждый из них является такой чёрной бюро. Во-вторых, наш мозг создавался специально для условий, в которых он должен действовать очень экономно, очень основываясь на своём прошлом опыте. Потому что мы были дикими зверями, и всё должно было быть очень, так сказать, просто. Мы живём в сложном мире, и наш мозг к нему не был приспособлен. Вообще нейрофизиология сама мозга, она вносит искажения в то, как мы думаем. И нужно знать целый комплекс, так сказать, чёрных дыр, влияющих на нас. Наконец, мы сами с вами производные культуры. Культура насыщает нас не только знаниями и так далее, но ещё и предрассудками, предубеждениями, различными, как бы сказать, такими поведенческими стереотипами, из которых мы потом мыслим. И как результат, видите, эволюция с потребностями, с одной стороны, нейрофизиология мозга как аппарата, который производит саму мысль, варит её, с её ограничениями и проблемами. Наконец, социально-культурная среда. И вот всё это вместе, вот эти чёрные дыры, через которые мчится наша, значит, лихая мысль, значит, и искажает её траектория, мы получаем неверный рисунок. И хотя мы не можем объективно, чётко знать, как устроен мир, потому что мы всё равно всегда и субъективны, и, как там писал Нагель, что видит ведучая мышь, понимает, как она её воспринимает мир. Например, когда вводил понятие квалия и так далее. Но наша задача с вами, она предельно, так сказать, ясная. Мы должны вычислить эти дыры, эти чёрные массивные тела, влияющие на нашу мысль, и научиться, так сказать, проходить, корректировать свою мысль, зная, какие на неё оказываются воздействия. Собственно говоря, наш курс «Мастер мышления» – это курс о том, как, с одной стороны, на наше мышление пагубно влияет мозг, со всеми его потребностями, организацией, социокультурной, так сказать, прошивкой. А с другой стороны, как научиться мыслить. Не избегая когнитивных искажений, их невозможно избежать, потому что это же настройки мозга, как его делать, невозможно. Но какие есть инструменты для того, чтобы скорректировать результат мысли, для того, чтобы наша картина реальности, наши модели реальности, наше видение реальности было таким, чтобы действия, которые мы должны совершить, были нам очевидны, понятны и приводили к должному результату. Поэтому я в шутку, внутри курса, я там немножко пошучиваю, называю курс наш «Мастер мышления» – «Мастер-ла-мастер». Потому что нам действительно нужно разломать нынешнюю структуру вот этого всего безобразия, которое формирует наши мысли, которое заводит нас в тупики. Ну и потом, как полноценный мастер, уже сложить это заново. Мне кажется, это очень интересное путешествие. В нём много интересных поворотов. В нём 12 блестящих героев, каждый из которых вместе со мной прикладывает когнитивные искажения на свою жизнь, обнаруживает, где в ней проблемы. И мы просто вводим корректировки, и бинго! Мы решаем проблему. Мышление образует проблемы. И наша задача – выявить, где оно косячит, и простроить свою мысль ясно, красиво и максимально адекватно нашим задачам, нашим потребностям, нашим желаниям и тем возможностям, которые нам предоставляет мир и жизнь, но которые мы не видим, будучи находящиеся в морке когнитивных искажений. Поэтому, мне кажется, это очень интересная будет штука. Приходите ко мне на курс «Мастер мышления».